Я принимаю решение Это очень большая ответственность Вещать с экрана о том, как должен защищать себя человек Особенно, когда на кону стоит его судьба Ведь плохие советы могут привести человека на скамью подсудимых В этом эпизоде будет задействовано оружие ограниченного поражения В простонародье травматы Которые вместо металлической пули выстреливают резиновым шариком Согласно требованиям закона, энергия такого резинового снаряда не превышает 91 джоуля Считается, что энергия удара боксера может быть около 2000 джоулей Но сравнить удар кулаком и попадание резинового снаряда будет не вполне корректно До того момента, когда на энергию резиновой пули не было ограничений Владельцы оружия стремились получить максимально возможную мощность патрона И энергия могла составлять 200 или даже 300 джоулей В то время подобное оружие называлось травматическим И имели место случаи со смертельным исходом Это стало поводом ограничить энергию патрона до значения в 91 джоулей Что по расчетам не должно приводить к летальному исходу Даже при попадании резинового снаряда в голову То есть это не летальный вид оружия Тем не менее, я не готов ничего советовать в плане самообороны И что-либо предлагать в этом плане Это видео носит сугубо информационно-технический характер С одной стороны, я считаю, что защита себя и своих близких Это не только право, но и обязанность каждого человека Просто я не возьмусь учить других, как это делать Вопросы самообороны мы в данном ролике освещать не будем Потому что, во-первых, самооборона в разных ситуациях расценивается по-разному 37-я статья имеет определенные недостатки И самое главное, правоприменительная практика существует То есть можно наболтать хоть на 5 часов А по факту результат в суде будет не таким, как сказано в ролике А вы скажете, уважаемый суд, а вот блогер Ну, вы поняли Существует две концепции ношения оружия Одна с патроном в патроннике Другая с патроном вне патронника И на предохранители Первая концепция направлена, в первую очередь, на безопасность Вторая на скорость реакции И я слышал от специалистов, тех, кто служит И от тех, кто носит романтическое оружие Что это глупое правило И необходимо носить патрон в патроннике Это важно, потому что секунды и доли секунды решают жить вам или не жить Вторая концепция, это когда мы носим патрон не в патроннике Лучшие критерии истины, практика Мы попрактикуемся и разберемся Все-таки, какой из способов лучше Мне кажется, все не так однозначно Итак, чем плохо носить оружие с пустым патронником? Тем, что в ситуации применения оружия Стрелок вынужден тратить дополнительное время на досылание патрона в патронник Теоретически, это может привести к тому, что обороняющемуся Не хватит именно этого времени, чтобы спасти свою жизнь Поэтому давайте выясним конкретно, сколько времени он потеряет при досылании Мы с помощью тайм-кода точно узнаем, сколько времени занимает у нас выхватить пистолет Дослать патрон в патронник И выстрелить в мишень Мишень очень близкая, на расстоянии 2 метра Причем, обрати внимание, мы сейчас время узнаем только с момента твоего принятия решения на действие А нереальной опасности Вот он начал, типа, доставать нож Или вот он дернулся на меня Я говорю, не подходи, братан, не надо, все хорошо, все хорошо И я вижу, что он сумасшедший, что он уже достал нож Его лезвие блескнуло, блескнуло в темноте И я принимаю решение И я принимаю решение Сделал выстрел Вот такое время у нас получилось Это получился неплохой сценарий, между прочим Патрон дослался, ничего не перекосило Я сразу попал на ручку А теперь у нас патрон в патроннике Замерим, что у нас получится без досылания А сразу выстрел Подписывайся, ставь лайки Не хочешь? Да, я не поднимал оружие вверх По той причине, что в этом, в принципе, на такой дистанции нет необходимости Руку я поднял, чтобы летящие вертикальные гильзы не попали мне в лицо или под очки Теперь я воспользуюсь преимуществом пистолетов ГЛОК Они такие, что, в принципе, предполагают Что оружие безопасно, даже если патрон в патроннике И все, что остается, скажем, специалисту, работнику правоохранительных органов Это просто прицелиться и обработать спуск Есть ситуации, где само оружие не позволит вам действовать так, как с ГЛОКом Это уже будет небезопасно И мы их тоже немножко осветим Стой, попробуй еще вариант с пустым патронником С досыланием здесь и выстрелом без выноса Ну, чтобы честно было, да Да, Иван мне правильно подсказывает Еще один способ, это досылание патронов в патронник внизу И выстрел сразу отсюда, на выносе пистолета Точность будет страдать Но наша задача попасть, условно, в достаточно крупную мишень на близкой дистанции Попробуем Это, естественно, надо тренировать И то, что я делаю, это, наверное, 70% от лучшей скорости Кто-то напишет в комментариях, что это только 20% от моей скорости И будет, правда, действительно Братан, ты лучший У нас сейчас пустой патронник Техника стрельбы следующая Выхватил Дослал Сразу стрельнул Сделаю двойной выстрел У нас будет попадание чисто в снегу Посмотрим, куда я попал Условно, вот там у нас есть меточка Вот враг где-то вот в этой находится Наркоман с ножом находится вот в этой зоне Вижу нож Я, в принципе, попал очень даже неплохо Если я говорил, вон там метка То я нарисовал два глаза И метка стала у нас такой миной Человеческим лицом В более или менее комфортных условиях Мы видим, что разница совсем-совсем незначительная Мы теряем одну или две десятые секунды Конечно, при условии, что мы достаточно подготовленные стрелки Согласно статье 37 Уголовного кодекса Российской Федерации Мы вправе применять подобный вид необходимой обороны Только при непосредственной угрозе жизни и здоровья То есть мы стреляем только после того Предположим, как стоящий с ножом человек Замахнулся или начал движение в нашу сторону То есть на опережение мы стрелять не вправе Какова доля потерянного времени в общей картине предосылания? Рассчитаем это так К среднему времени первого выстрела В идеальных условиях это где-то одна секунда Мы должны добавить время реакции на нападение Практика показывает, что на реакцию уходит минимум 0,2 секунды Так, например, спортсмен реагирует на сигнал таймера Но про идеальные условия стоит забыть Во-первых, стресс, который явно ухудшает мелкую моторику и четкость движения При этом далеко не факт, что мы среагируем на самое начало атаки Во-вторых, одежда Чем ее больше, тем она больше мешает извлечению пистолета Особенно если речь идет о застегнутой зимней куртке, жилетах, кофтах и тому подобное Таким образом, реальное время извлечения пистолета будет занимать несколько секунд На этом фоне потеря 1 или 2 десятых секунд на досылание Это почти ничто Подчеркну, что речь идет о подготовленном человеке Неподготовленный человек – это вообще отдельная история Кобура должна быть внешней Кобура не должна быть закрыта у нас одеждой Сейчас давайте попробуем сделать следующую историю У нас надо будет дослать При этом у нас будет какая-то кофта Давайте сделаем послабление, чуть-чуть расслабим ее Какая-то кофта И куртка, ну хоть какая-то на пуговицах, да, на молнии Это будет долго Кнопка здесь, которая фиксирует Я ее сразу нажму и чуть приподниму, чтобы облегчить себе условия По факту такого не будет Куда-то туда в сторону стрельнул Да, это очень искусственная ситуация у нас на самом деле получается По факту у нас будет кобура, может быть, другая, более сложная Она будет запоясная и находиться где-нибудь вот так Кайдексные есть кобуры запоясные Они будут закрыты одеждой Способы выхватывания есть разные тактикульные Есть связанные с перетягиванием одежды То есть берешь себя за полу, тянешь одежду и освобождаешь Но даже если я себя потяну за пол, у меня есть другая одежда Мы ведь не на работу куда-нибудь не одеваемся Так, чтобы тактикульно все было расстегнуто, подготовлено к контакту Мы по-человечески должны себя чувствовать Мы в машине едем, нам в конце концов холодно И куртку мы закрываем В идеале мы видим всякие вот такие вот видео Где люди в футболочке стоят Таймер, у них руки подняты Они играют роль такого Да-да, я на все согласен Но в дом выстрел Но в жизни, скорее всего, на 99,9 так не получится И там у них мишени фиксированные Они одну ставят, скажем, здесь, другую здесь, третью здесь И вот в этой ситуации работает А по факту может быть все по-другому Ты стоишь так, что у тебя дальше назад не отойти Сзади тебя какой-нибудь автомобиль И потом человек, который подходит Один будет подходить с левой стороны с неудобной тебе Вот так, чтобы ты его не видел Мы видели, например, там нападение в подъезде Стоят рядом с тобой люди А ты с цветами пришел к своей возлюбленной Один поднялся заранее наверх И лестничную площадку смотрит Вот реальная ситуация А не такая, что картонные мишени перед тобой стоят Поэтому там не получится так красиво Да-да, я на все согласен Да-да, это так в кино, скорее, получается Или у Тома Круза Фильмы соучастник Ну ладно Продолжим теоретизировать Сейчас у нас патроник пустой У нас за поясом находится За поясной кобуре Мы облегчим еще раз себе условия Эту одежку мы сюда А эту мы сюда Теперь мы будем перетягивать Тактикульно куртку сюда Есть же вариант такой Все такое Но вот такой у меня не получится Потому что у меня эта куртка есть Поэтому мы перетянем Эту я подниму Вытащу Ну вот, вот так вот Так реальность будет выглядеть, наверное Ну куртка расстегнутая Надо будет отдельные дриллы делать Отдельные тренировки Под отдельный прикид Под отдельный фасон одежды Да это смешно просто Ладно Плевал я на реальность Красивые кадры Это одно Реальные кадры Показывают ужасную Отвратительную действительность Да? Не должно быть брюхо Потому что как у тебя только появляется брюхо То у тебя пистолет В распорке находится Поэтому, значит, техника есть для стройных И техника для нормальных Да? Скажи честно, что ты два месяца отъедался Специально для этого кадра Да Вы знаете, есть Кристин Бейл Известный актер Он к ролям когда готовится Он набирает вес и теряет вес Я два месяца готовился к съемкам этого ролика Специально через силу ел Далее Даже свинцовая пуля не всегда способна Мгновенно, прям здесь и сейчас Остановить нападающего А резиновая тем более не остановит Особого останавливающего эффекта Она не имеет Ее главная поражающая способность Это болевой шок Но мне приходилось видеть Полное отсутствие реакции человека На множественные попадания резинового шарика Во-первых, 91 джоуль Это все-таки терпимая боль Во-вторых, одежда смягчает удар А в-третьих, адреналин в крови Нападающего делает свое дело Люди иногда не замечают потери конечности Что уж тут говорить о попадании шарика А тут у нас минимальная кинетическая энергия Легкого шарика Который может причинить боль Но не остановить физически Нападающий сам может решить остановиться Его не затормозит и не опрокинет Это просто будет его личным решением Да нет На самом деле, ребят, не пугайтесь Это СХП Есть такой техримовский пистолет Который стреляет холостыми патронами Большинство ранений Получается в результате собственной глупости А не нападения каких-то эфемерных зомби Будьте аккуратны Для себя я делаю вывод Что наличие патрона в патроннике Для меня лично Не критичный момент Поскольку В повседневной жизни Наличие патрона в патроннике И отсутствие предохранителя Может привести к случайным выстрелам Либо сам в себя Либо кто-то другой взял, схватился Не знает правил Нажал на спусковой крючок Произошел выстрел Поэтому с точки безопасности Есть явное преимущество Концепции патрона Не в патроннике Но для тех, кто находится При исполнении служебных обязанностей Непосредственной опасности Безусловно, важно Чтобы патрон был в патроннике Но для того, чтобы патрон был в патроннике Требуется высокий уровень подготовки Русдефенс Спонсор этого выпуска Производитель аксессуаров для оружия Магазин тактической одежды Оптики Средств Защиты Начиная с бронежилета До баллистических очков Мишенные комплексы Фонари Средства для ухода Снаряжение для практической стрельбы Русдефенс является представителем в России Таких брендов, как 3M Pelter Wiley X Fab Defense Maglula И других крупных производителей Аксессуаров для оружия Они имеют не только интернет-магазин Но и два реальных больших магазина Где все товары можно посмотреть И проверить вживую Один находится в СК Калибр А другой в магазине Спортхит На Осколковском шоссе В Москве И они имеют оружейную мастерскую Прямо в СК Калибр Ссылка на интернет-магазин Русдефенс В описании Другая сторона вопроса Законодательная Согласно 63-й статье Закона об оружии Досылание патрона В патроник Разрешается При необходимости Применения оружия Либо для защиты Жизни, здоровья И собственности В состоянии необходимой обороны Или крайней необходимости Я понимаю это так В повседневном ношении Когда мне ничего не угрожает Патроник должен оставаться без патрона Но я вправе дослать патрон Если посчитаю, что мне что-то угрожает Или есть вероятность Что мне все-таки придется применить оружие То есть все-таки носить патрон в патроннике Можно в определенной ситуации Поэтому с одной стороны Я буду готов к необходимой обороне И при этом я не нарушу требований закона Получается, что при таком раскладе Значимость проблемы сводится к минимуму А законодатель Кстати, не только в России А во многих других странах Он вынужден принимать какое-то решение Которое универсально на все случаи жизни И большинство людей Все-таки будут в большей безопасности Если они не будут таскать патрон в патроннике И строить из себя Рэмбо От этого будет только хуже окружающим С другой стороны, мы знаем, какие поблажки делают И люди, которые в реальной опасности Они, несмотря на требования законы своих стран Досылают патрон в патронник Но эти люди обязаны быть подготовленными Они обязаны часами холостить Понимать оружие Понимать то, куда полетит их пуля Как много людей вы видели Которые много тренируются отводить полу Вытаскивать оружие Холостить со своим травматическим оружием Не так много Люди выезжают на стрельбище Для того, чтобы сделать несколько выстрелов Взяв оружие со стола Потом складывают в чехол его И уносят в сейф пылиться дальше Конечно, такая фраза, что Пустой патронник будет стоить тебе жизни Звучит весьма убедительно Существует частный случай Например, несколько лет назад Сотрудник полиции не смог дослать патрон в патронник Когда он получил ножевые ранения у посольства Словакии Его руки были в крови И кровь довольно маслянистая и скользкая И он так и не смог передернуть затвор на пистолете Макарова Пальцы все время соскальзывали Ему действительно помогло бы наличие патрона Другой частный случай, когда вторая рука ранена И поэтому нельзя ничего дослать Но с таким же успехом может быть ранена и обе руки Частные случаи Они порой очень убедительны Так, например, с ремнем безопасности Меня, возможно, и вас тоже Нередко отговаривают пристегиваться Мол, если машина попадет в аварию и ты пристегнут То из-за ремня ты не сможешь выбраться Машина загорится и ты сгоришь заживо Ну как тут не отстегнуться? Недавно я был в отпуске на Эльбрусе И таксисты мне каждый день объясняли Что пристегиваться не надо Без преувеличения, каждый день Но частный случай от типичного Отличается малой вероятностью Типичный случай Это выстрелы в комнатах хранения оружия А не ранение левой руки, которое мешает перезарядиться В итоге, жизнь потеряешь скорее не из-за досылания патрона А из-за своей собственной неподготовленности Мне кажется, что для небольшого числа людей Постоянно стоящих на грани между миром и войной Лучше быть полностью готовым к действию И этот пресловутый патрон в патроннике иметь А вот тому человеку, который не обременяет себя многочасовыми тренировками Без должного понимания и уважения к оружию Ему с пустым патронником будет безопасней Да и другим с патронником Это мое личное мнение У вас может быть свое собственное Напишите его в комментариях Пообщаемся там Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok